Доброе утро! Я уже позавтракала. Время у нас без пяти девять. И куда же я плетусь? А иду я... Иди мотоцикл другом. А иду я сегодня в больницу. К гинекологу на проверку. Летом у нас врачи не особо работают. Работают, конечно, чтобы там... Ну, какие-то случаи такие серьезные. А если ничего серьезного просто для проверки, то все начинается осенью. Поэтому... Поэтому иду посмотреть, что, почем и как. Ну, мы, женщины, всегда это делаем. Поэтому... Поэтому вот поэтому. Слово паразит. Иду пешком. Потому что здесь, в принципе, не очень далеко. Но это все на гору. Но утренняя, как говорится, пробежка. Пробежка, не пробежка. Проходка. Только на пользу. Единственное, что с Чарли не погулял. Жалко мне его. Еще мне потом надо сходить в банк. Ну, это естественно. Я в банк хожу. Как и на работу. И все. И по городу погулять, по магазинам пошляться. Все как всегда. Здесь у нас раньше был автобусный вокзал для автобусов. Но он очень неудобно, потому что находится в городе, улице. Узкие автобусы здесь очень сложно было пробираться. Иду я, кстати, в больницу, в которой лежат. И там серьезные врачи принимают. Ну, не поликлиника. В поликлинике там просто можно в терапевту сходить. Такие вот анализы сдать. Вот. А если какие посерьезнее, то в больнице. Там всякие хирурги, например. Ну, гинекологи. Потом, что еще это есть-то. Ну, всякие вот эти врачи посерьезнее, скажем так. На улице, кстати, хорошо. Прохладненько. А утром было холодно даже. А еще у нас очень сильный ветер. Чтобы я пришлось все двери закрыть. Потому что у меня однажды ветер был. Чарли спал на моей кровати в спальне. И захлопнулась дверь. И он остался в спальне. Муж такой приходит. А что ты Чарли закрыла? Я говорю, я его не закрывала. Он говорит это. В спальне закрытый был. Представляете? Поэтому я все двери закрыла. Чтобы его не то что он остался в какой-то спальне. Это же опасно. Прихлопнуть может дверью. В общем, все летает. Ночью, кстати, тоже было все закрыто у меня. И вообще я уже подумываю одеяло достать. Мне холодно ночью. Вот так. Вот наша больница. С этой стороны заходишь, где лежат люди. А вот с той стороны уже регистратура и все дела. Такой вот здесь вот регистратура. Когда люди назначение дают врачу. А здесь просто дают время. И мне на первый этаж. В общем, я отдала бумажку. Вон там на телевизоре должно высветиться мое имя. И когда я пойду в кабинет. Но я думаю, что не буду долго ждать. Потому что народу никого нет. Очень странно. Так вот здесь все ждем. Потому что я быстро. Я погорячилась. Короче, уже минут 25 сижу. И что-то моя очередь. Вот эта самая длинная зеленая нифига не двигается. Я третья. Вот в этой очереди. Ну, я третья с первых минут. Странно. Ну, вы поняли, да? Знаете из той серии, что у меня трусы в горошек. Хороши, да хороши. Все мальчишки приставают. Покажи, да покажи. Ух, ух. Кстати, муж у нее такой же. Весь в татуировках. В общем-то песни не могу посмотреть. Та-дам. Просто я за ней уже наблюдаю минут 10. И решила с вами поделиться. Я уже совсем управилась. А что-то у меня тут слива упала. Уже домой пришла. Зашла, как всегда, в... Господи, как они называются-то? Фруктовый магазин. Взяла сливы. Это лимон уже. Что тут выбросить надо половину. Сливы вот такие взяла. Крупные. Четыре мандарина вот таких. Что-то они как-то, ну, еще не сезон мандаринов. Но что-то захотелось. Четыре взяла, один сожрала уже. Три персика. Они тоже дубовые. Но поспеют. И манго. Своё любимое. Одно вот такое спелое. И тяжелый страз. И три вот таких дубовых. Неспелые. Неспелые стоят евро двадцать. Через два дня будут они вот такими. Но не такого же красного цвета. Это какой-то разный сорт. Но очень вкусные. Я всегда такие беру. Через два дня они будут спелые. И вот эти стоят два сорок. А вот эти стоят евро двадцать. Представляете? Два разные. Две цены разные. Такой здоровенный. Там почистишь. Потом останется с Гулькин нос. У меня подруга есть Гуля. Мы её Гульку зовём. Вот её нос. Она, кстати, у неё нос маленький. Такие они прямо это. В каком-то соку, что ли. У меня все руки легкие. Дела три штуки. Вкусняцкие. В общем, сейчас всё это разберу. Посуду там доразбираю. И буду готовить гороховый суп. Смотрите моё тессору. То есть моё сокровище. Я такая дура. Я, в общем, в прошлый раз без сладкого не могу. И после обеда с чаем я пью шоколад. Две беру вот такие вот две дольки вот такого шоколада. По-моему, муж его тоже опробовал. Потому что у меня было больше. Вот такие две дольки шоколада. Взяла специально чёрный. Ну, он вроде бы полезный. Чёрный. Здесь 70% какао. И что-то я тут раз лежала. Ну, ночью, как всегда. Но, вы знаете, ночью я засыпаю 3-4 часа. И вот обдумывала всё. Обдумывала насчёт конфет. Потому что у меня их тыбрит потихонечку. И я говорю, так мне нифига не достанется. Говорю, ну, у меня же там много шоколадок. И 100% сестра привезла не чёрный. Потому что у меня сестра тоже, она такая, за здоровый образ жизни. Говорю, надо посмотреть. Я помню, что у меня было много шоколадок. Надо посмотреть. И сейчас правда, смотрите, бабаевский. 75% шоколада. Зачем я покупала, когда у меня вот сколько есть. Вот ещё бабаевский. Посмотрите, 55% с апельсином. Вообще. Тут у меня столько вкусняшек. А я иду и покупаю. У меня там их много шоколада. Тут какой-то вот ещё. С чем это? С чем? С канелой, наверное. С корицей. Корицей я не очень люблю. Оригинальный. Тёмный тоже. Вот я дурак. У меня весь чёрный шоколад, кроме вот Аленка. Я покупала. Вы представляете? Залежные, можно сказать, всяких вкусняшек. Ну и опять, как всегда, полезет это всё в холодильник. Так посмотрю, посмотрю. Переложу конфетку с конфеткой и обратно в холодильник. Суп гороховый будем готовить. Короче, горох варится у нас 20 минут. Не знаю, что за горох такой. Я когда, знаете, первый раз его замочила, всё как надо, всё как раньше. Поставила варить в мультиварке часа на полтора, наверное, открываю. А там я люблю, чтобы горох был целый. А там вообще ничего нету. Там ни пюре, ничего. Просто гуще. Я такой не люблю. Ну, съела, естественно. Но я люблю горох, чтобы он был горохом, а не кашей. Вот. Поэтому варится он быстро. 20 минут и всё готово. И пока будет вариться горох, сделаю зажарочку. Готовить буду с чуриса. У меня нет. Я просто вчера вспомнила, ну, тоже ночью, что у меня есть чурису. А это такие колбаски. В общем, со специями там и тоже подкопчённые. Вот. Разных видов. А это даже мурсия, кровяная колбаска. В общем, должно быть вкусно. Я это брала на лентейхос, чечевицкий суп готовить. Вот. Что-то у меня прилипло. Но у меня, видите, сейчас буду готовить с этим. В общем, зажарочку, всё как обычно. Зажарочку добавлю чуриса, пока варится горох. Зажарочку добавлю чурису. П congressional аппетит, спада место. зажарка готова много специй я сюда не добавляю потому что в чурица уже есть всякие специи просто они там не нужны все гороховый суп не представляют из лаврушки поэтому добро лавровый виск и все вот такая зажарочка сейчас на 5 минут до конца ее добавлю и будет вкусно там горох варится и усе смотрите какая прелесть получается вот теперь можно солить так как колбаски соленый боже какой запах этого копченостей попробую на соль и досолю и через пять минут можно лопать с лучком нету соли в сольнице досматриваю большой брат вчера был но я естественно режим 12 я выключаю а вот и спать иду и сейчас что-то надоело мне его смотреть хочу брови себе покрасить зашла сегодня магазин хотела краску купить что-то не было краски с работы принесу у меня вот тут есть домашние краски сейчас прикол будет сейчас всякие разные только не тот цвет который мне нужно конечно конечно всякое блин нету такой цвет придется ну что такое а вот чуть-чуть есть нет слишком светлый что у меня тут еще есть это что за цвет это восемь-три нет тоже светлый а что он тут делает блин нету седьмой номер ну-ка вот шестерочкой чуть-чуть шестерочка сейчас покрашу бровки надо привести краску у меня там мой склад мои рабочие инструменты вернее не инструменты а рабочие накраски марярские я же иногда дома крашу что сейчас покрашу бровки быстренько а завтра тогда схожу на работе надо быть мне осветлитель взять и осветлиться а потом покраситься всяко разно это не заразно кто почем ты чего туда игрушку-то оттащил чебе дни очень очень дни 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 самая умная собака в мире честно вам говорю На диване свое Пошла белье сняла А еще у меня калы были И они что-то знаете Все это Листья желтеют Прямо все И в общем никакое становится Но я думала знаете как всегда перелила И они сгнили И в общем я землю раскопала Вытащила И нет они нормальные Вот такие клубни То есть не гнилые Видите все корни хорошие В общем пойду изучать В интернете Что такое Кто меня хочет Никто не хочет Инстаграм В общем Корни все хорошие Пускай они тут лежат подсохнут Землю надо купить Изучить Вообще земли надо Купить много Потому что смотрите Вот этот пересадить надо В маленьком такой же горшке Вот этот пересадить надо Фиалки Что тут живые Кстати Фиалки у меня вот эти Отцвели Но Тут еще лезут цветочки Смотрите Я срезала все вот эти цветочки Которые В прошлого раза И гляжу там еще лезут Вон смотрите Видите Цветочки Так что Так что вот так Не гнилые Ничего нормальные Я сюда поставила Свой фикус На это место Пойду брови смывать Да конечно Я хотела покраситься Но Видно не судьба Видно не судьба Видно нет любви Видно нет любви Как всегда В парк пришли С Чарли Сегодня вышла пораньше Потому что мы сегодня С подругой Собираемся Идти в спортзал В общем она пойдет записываться А у нас там как Если придешь в пару Ну с кем-нибудь То тебе Дешевле будет На 5 евро Целых 5 евро Вот Ну и что Так И мне нужно уже оплачивать Этот месяц Следующий Точнее И она говорит Я тоже запишусь Она даже больше Из-за бассейна Ей больше бассейн Нравится Сауна Все дела Не знаю Может быть на занятия Какие-нибудь походит В общем Нравится ему кувыркаться И в общем Мы договорились На 15 минут Раньше выйти Чтобы там Ну оплатить Все это вдруг Потому что вот В последнее время Там такая очередь И на Ну как это сказать На рецепшене Да Или что это Или что это такое И в общем Чтобы у меня Было время На сумму Я вчера Кстати Ночью Забронировала Себе место Чтобы не получилось Как в прошлый понедельник Прийти А места нет Нет Все Я иногда думаю Я иногда думаю Что он так Сейчас разбежится Разбежится В воду Ну нет Не было Такого раза Ни разу Вернее Потому что Воду Он не боится Не любит Воду Такие пузыри Что-то идут Сейчас зато Хорошо Никого Смотрите Нет На улице Прям такая Погода Осенняя В том плане Что не жарко Не холодно Только Знаете Что Вот Два дня Назад Была Такая Сильная Влажность Прям Вообще Что Что Вся Мокрая Была А сейчас С этим Ветром Наоборот Такая Сухость Что У меня Весь Нос Сухой И Такой Дискомфорт Какой В носу Что Мама Не горюй Хоть Сегодня Наверное Кремом Маш Там Внутри Потому что Из-за ветра Вот такой Сухой Климат Я помню В Россию Ездила Когда В Москве У меня То же самое Было Там Я всегда В Россию Езжу Зимой Ну Когда Есть Желание Скажем Так И Возможности И Из-за Отопления У меня Там Нос Вообще Был Не Привыкший Уже К такому Климату К сухому И Вот Сейчас Так Точно Так же С А я Хочу А я Хочу Опять Смотрите Там Черепахи Отдыхают Сейчас Покажу Черепашка Большая Вот эта Такая Прям Там Рядом С ней Еще Одна Плавала Она Стесняется Уплыла Тут Детская Площадка Была Что-то Ее Все Раздорованили А Ничего Не построили А Че Мы Сюда Попадали Туда Подольше Пойдем Обратно Уже Что Все Нет Надо Туда Еще Сходить Погулять Раз Погода Позволяет Что Еще Делать Там Школа Сейчас Там По-моему Никто Нет У нас Здесь Как-то Нет Знаете Второй Смены Да Не знаю Может Кто В Испании Живет У кого-то Есть Но Вот У нас Здесь Я Ни одной школы Еще Не встречала Чтоб Была Вторая Смена Знаете Прям Вот Чтоб После Обеда Дети Шли Учиться Такого У нас Нет Продленки Там Типа Продленки По-моему Есть Все На кружки Водят Детей Там У кого Аэробика У кого Что там Они Еще Английский Но Английский Это Не кружок Наверное Да В общем Кружки Такие Разные Как Все Везде Что детям Интересно Там Плавание Рисование Это Да Водят Всех Детей А вот Школы После обеда Нет Здесь Все под заборами Все закрыто Входишь По Ну там Детей встречают Учителя Потом Закрывают Все двери Если Если Опоздал То По Не знаю Либо Учителю Надо Звонить Либо Все Кто Не успел Тот Опоздал Чтоб Все Было Чики Пики Это Видимо Продлем Продлем Че он там Чарли Бен Аки Чарли Бен Фотки Смотрела Ну За пятнадцатый год Четыре года Назад Да Но там Не такой Лохматый Был Какой-то Прям Пооблезанный Был Такой Страшненький А сейчас Гляжу Лохматый Стареет Парень Стареет И Хорошеет Смотрите Какой у нас Закат Красивый Даже На камере Не передается Такой Вот Розово-красный Цвет Такой Классный Все Даже Крыши Какие-то Розовые Стали Правда Смотрите Какая Красота И Вот На такой Красоте Я буду С вами Прощаться До Завтра Я Пришла С Спорт Клуба Записались С подругой Она Тоже С первого Числа Начнет Ходить Так Что Будем С ней Спортсменки Комсомолки И Встретимся С вами Завтра На работе Всем Пока-пока И до Завтра